Музыка Я хочу сказать вкратце и дополнить доклады, которые сегодня здесь прозвучали. Президентам поставлена задача, это доля малого и среднего предпринимательства должна быть 40-50%. У нас в республике она, естественно, около 10. Что нас сегодня беспокоит, волнует? Ну, не секрет, что сегодня предприниматели это как пограничники и первые ощущают те проблемы или те сложности, которые возникают у нас в стране. Это и экономика, это и другие законодательные инициативы. То есть мы первые ощущаем эту ситуацию. Что нас сегодня беспокоит? Прежде всего, это доступ к энергоресурсам. Мы уже здесь говорили на коллеге. И сегодня мы понимаем, что вот эта ситуация не только сегодня предприниматели не могут присоединиться к электросетям. Ну и мало того, сегодня даже граждане, жители тоже более 7 тысяч сегодня не подключены. Мало того, что сегодня получали электроэнергию некачественную за большие тарифы. И мало того еще, что они сегодня отключают постоянно. Практически отключение по республике происходит систематически, не предупреждая. То, что это несет очень большие издержки для бизнеса. Нас сегодня волнует следующее, что сегодня статистики здесь привели 24 600 с лишним предпринимателей у нас чистится по статистике. Но я хочу сказать, что реально у нас намного меньше пределов 12 тысяч предпринимателей, которые сегодня работают. Остальные или снялись, или сегодня приостановили свою деятельность. Если мы возьмем статистику занятости, то там не увеличилось по остановке на учет. Значит, эти предприниматели, а сейчас как граждане, они не сегодня работают. Они ведут коммерческую деятельность, получают заработную плату, выдают. И это тоже сегодня нас беспокоит, потому что сегодня они уже тоже преступники. Ну то есть созданы такие условия. И исходя из этого, нас, конечно, сегодня беспокоит то, что сегодня предприниматели уходят в другие регионы и там регистрируются. Это тоже очень важно. Так вот, для того, чтобы нам сегодня изменить вот вектор направления, а не, как бы сказать, чтобы не были последствия, нам нужно, конечно, определить те причины, которые сегодня вот эти последствия создают. И главная наша задача, это я говорю, что сегодня смотреть нужно о создании условий для того, чтобы сегодня предприниматели могли, доля нашего, как бы предпринимательского сообщества, ВВП, да, она должна составлять 40-50% у нас в республике. Вот здесь вот Ирина Ивановна здесь находится, как министр финансов. Мне бы хотелось обратиться к вам, да, для того, чтобы вот сегодня вместе как-то определиться, да, и посмотреть, и поставить такую задачу на уровне республики. Тогда вот эти все вопросы, которые сегодня в докладах прозвучали, они сразу же уйдут, потому что мы будем сразу реагировать на те вопросы, которые сегодня есть. И на местном уровне, и на республиканском уровне, в том числе и на федеральном уровне, которые сегодня, вот Борис Александр здесь высказал, сразу реагируют на те вопросы, которые сегодня мешают предпринимателям. И они выходят сразу на Генеральную прокуратуру. То есть вот те вопросы, которые мы могли бы вместе эти решать. У меня все. Собъедение законодательства при техническом присоединении для пригодителей и юрлиц к сетям энергоснабжения. Сроки согласуемы отдельно. Я думаю, что эту проверку нужно поставить на первый квартал 2017 года, чтобы она у нас была более подготовлена и, с вашего позволения, мы у вас вратим всю информацию, которая будет необходима для ее реализации. Не сражаете, да? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok